В церемонии торжественного открытия приняло участие руководство компаний Россети и Кубани-Нерго. Новую скульптурную композицию установили у сочинских электросетей в районе набережной реки Сочи. Энергия Олимпийских побед не только станет украшением улицы Конституции, но и символом благодарности людям, которые добились энергетической безопасности курорта и в сжатые сроки модернизировали электросетевой комплекс Сочи. То, что вы сделали, дорогие труженики Кубани-Нерго из сочинского предприятия, заслуживает оценки отлично. Потому что сегодня город живет, он сегодня развивается благодаря надежному электроснабжению наших объектов, которые, безусловно, приносят пользу не только жителям города, не только Кубани, но и всей России. Спасибо вам за труд, спасибо за эту память. Сложностей, вспоминает энергетики, было немало, но благодаря профессионализму специалистов Россетей и, конечно же, Кубани-Нерго, работа была выполнена полностью и в срок. К 2014 году в Сочи появились тысячи километров кабеля и сотни новых трансформаторных подстанций. Сегодня знаменательный день, потому что сегодня мы можем с уверенностью сказать, что кубанские энергетики, российские сети с достоинством выполнили задачу, поставленную государством. В сложнейших условиях, когда шел накал социального взрыва, потому что весь город был вскрыт, мы с этим справились. Наверное, с гордостью можно отметить, что мы, наверное, единственная компания, которая построила все в срок на 100% и в соответствии со всеми стандартами и правилами, которые существуют. Скульптурная композиция «Энергия Олимпийских Побед», в создании которой принял участие известный сочинский скульптор Петр Харисанов, олицетворяет труд каждого энергетика, принимавшего участие в строительстве нового энергокомплекса Сочи. А их в период подготовки к Олимпиаде на курорте было порядка 3000.